Здравствуйте, меня зовут Лиходеда Екатерина Викторовна, я педагог вокального отделения. В детской школе искусств имени Григория Фёдоровича Пономаренко я работаю вот уже восьмой год, а сейчас немного о себе. Много-много лет назад я познакомилась с прекрасным и удивительным миром музыки именно в стенах этой замечательной школы. После её окончания я поступила в Северский колледж культуры, а после него получала своё образование в Краснодарском государственном институте культуры и искусства. За спиной, за своей, имею многочисленную практику концертных выступлений, участие в разнообразных фестивалях и конкурсах. Моя система обучения заключается в том, чтобы мои ученики пели звучно, но мягко. Голос должен быть объёмным, большим, как говорят у нас в профессии, но лица при этом без особого напряжения. Вообще обучение вокальному искусству очень-очень многогранно и несёт в себе множество задач. Мы будем работать с вами над выравниванием регистров, расширением диапазона, обогащением тембра, над выработкой правильного интонирования. Для этого существуют специальные упражнения, которые помогают скоординировать слух и голос. Также очень важно работать над развитием дикции, приобретением чёткого и ясного произношения. Ведь в песне самое главное – это слово, текст. Мы должны передать мысль произведению. Ещё у юных вокалистов часто бывает страх перед публичными выступлениями. Занятия позволяют приобрести уверенность в собственных силах, избавиться от зажимов психологических, физических и научиться справляться с волнением, а также выходить из затруднительных разных ситуаций, которые могут произойти во время концерта. Ещё мы познакомимся с вами с различными певческими стилями, например, такими как академический вокал – это оперное пение, эстрадный вокал, джазовый вокал, рок-вокал и народное или этническое пение. Но всё же хотелось бы уделить самое почётное, самое главное место в обучении вокальному искусству – это, конечно, дыхание. Если певец правильно дышит, то это уже 80% успеха. Остальные 20% – это уже раскрытие и поиски своего комфортного тембра. Вообще при пении всё должно быть комфортно, вы должны чувствовать себя комфортно. Должно быть никаких неприятных ощущений. Дыхание – это основа основ. С этого нужно начинать и заниматься этим всегда. Я постараюсь отказаться от сложных всяких формулировок, терминов, чтобы вы быстрее меня поняли и вам было интереснее меня слушать. Итак, есть несколько типов дыхания. Но мы с вами сегодня поговорим о двух типах дыхания. Это ключичное дыхание и межрёберное диафрагмальное. Какое страшное слово на первый взгляд. Для того, чтобы понять, что такое дыхание, как это всё происходит, я предлагаю вам превратиться в бочонок, да, именно в бочонок, или надуться, надуться как воздушный шарик. Но надуться нужно так, чтобы у вас не поднимались плечи. Этого делать нельзя. Нельзя. Это как раз и есть то самое ключичное дыхание, которым при правильном звукоизвлечении пользоваться просто нельзя. Что вы имеете? Вы имеете зажатые плечи, зажатое горло, зажатую гортань. Вы взяли мало воздуха, ваши лёгкие, не заполненные, вы взяли слишком мало воздуха. И на выходе у вас некрасивый, зажатый, неровный звук. И сразу при взятии такого дыхания ключичного вы можете услышать на слух свою зажатость и свой зажатый звук. То есть это можно услышать, и это хорошо. А что нужно нам? Нам нужен глубокий вдох, чтобы его хватило на долгий выдох. Долгий выдох – это и есть тот самый красивый, равномерный звук. Итак, вы должны сейчас отключить ваши плечи, сделать вдох и надуться как шарик, как бочонок. Надуться нижней частью живота. Чтобы это больше почувствовать, вы можете поставить руки на пояс или же на спину. можно и одну руку положить на живот, вторую поставить на спину. И взять вот этот глубокий вдох, и вы почувствуете, что ваша нижняя часть надувается. Еще лучше можно это все прочувствовать, еще легче. вы можете лечь на спину, положить на живот какую-нибудь толстенную книгу, например, энциклопедию, и взять вдох в нижнюю часть вашего живота и следить, чтобы книга поднималась и опускалась, поднималась и опускалась. Это будет даже легче, потому что вы лежа не будете концентрироваться на своих плечах, обращать особо на это внимание. Вы будете зациклены как раз на том, чтобы ваша книга двигалась на нижней части живота, поднималась и опускалась. Таким образом, у нас с вами есть уже целых два упражнения, которые вы можете выполнять дома в любое время. И давайте я вам тогда покажу еще упражнение на правильный выдох. Я вам сейчас это все покажу, чтобы вам легче было меня понять. Когда видишь, всегда понять легче. Хотелось бы, чтобы вы снова представили себя бочонком, когда вы вдохнете, но на бочонок мы еще наденем с вами обруч визуально. Мы представим, что мы надулись как бочонок и еще сверху мы надели на себя обруч. Вдохнули, но обруч не должен у вас упасть до самых последних секунд вашего выдоха. То есть, вы должны его визуально представлять, что он у вас надет и не падает. только уже при самом конце и все, и упал. Итак, мы с вами надулись, надели обруч и делаем наш выдох. Но следите, пожалуйста, чтобы обруч у нас был надет, чтобы он упал на самые последние секунды нашего выхода и чтобы ваш выдох был равномерным, без толчков. Чтобы больше проконтролировать этот выдох, вы можете поставить ладошку к лицу и вы почувствуете как раз, какой у вас выдох. Вы можете сами себя проверить, правильно ли вы выполняете это упражнение. и с нашими тренировками время вашего выдоха будет увеличиваться. Но как и при любом другом обучении, нам, конечно же, к сожалению, не обойтись без теории. Я просто обязана вам рассказать, что диафрагма это самая главная мышца певца, певца-вокалиста. Она находится в области солнечного сплетения, вот здесь. Мы можем вот так ее изображу. При вдохе диафрагма наша опускается при глубокой вдохе, а у нас разъезжаются ребра, должны разъехаться ребра. А чтобы она вернулась обратно, нам нужно всего лишь навсего расслабиться. Когда вы будете выполнять дома эти упражнения, вы доведете их таким образом до автоматизма, и оно ставит для вас привычным. И когда вы будете уже с педагогом выбирать произведения, какие-то песни, то у вас уже не будет такого большого количества времени, чтобы взять глубокий вдох. И вот тогда как раз вам пригодятся наши упражнения, над которыми вы будете работать, и вы уже сможете быстро взять дыхание. То есть у вас уже все будет на автоматизме, вы не будете задумываться чего куда разъезжается, что куда расходится, поднимается, опускается. Вы уже будете выполнять эти упражнения на автоматизме. И вам хватит всего лишь одного короткого дыхания носом. Показываю. И все, у вас уже все взялось в глубокое дыхание, правильное, и вы уже успели наполниться, и вы уже знаете, это делать. А для этого нужно всего лишь немного потратить ваше времени и позаниматься. Занимайтесь, друзья, доводите эти приемы до автоматизма и делайте сложное привычно.